Даже в совсем не хоккейную погоду они выходят на лёд ради любимого дела. Шесть дворовых команд играют не только ради победы. За их игрой наблюдают тренеры «Байкал Энергии». Десятилетний Михаил Шевелёв играет в «Бенди» с пяти лет. Можно сказать, полжизни. Юный спортсмен мечтает, как и его кумир Алмаз Миргазов, выступать за сборную России. К своей цели парень идёт ежедневно. Даже роль капитана любительской команды для него вовсе не символическая должность. У неё ответственность есть. За командой следите, если кто-то уйдёт, тренер на ряд, придётся бегать за ним. Я выкладываюсь в каждом матче, как будто это финал. И да, это большие эмоции. Соревнования прошли на подшефном корте «Байкал Энергии». Главным спонсором клуба является компания «Н-Плюс Групп». Её основатель, общественный деятель Олег Дерипаско, всегда считал развитие спорта и хоккейной команды одной из важнейших социальных функций компании. Это касается и развития детского и юношеского спорта, а также воспитания местных игроков. В рамках проекта работают шесть подшефных площадок. Спортивные объекты находятся в Солнечном, Первомайском, Академгородке, Университетском, улице Маяковского, а также в районе кинотеатра «Баргузин». Именно на таких хоккейных дворовых кортах проходят яркие всегда хоккейные баталии, которые приятно посмотреть, понаблюдать за юными спортсменами. И примечательно, что благодаря компании «Н-Плюс Групп» у ребят становится возможности этих больше, чтобы стать профессиональными хоккеистами, вырасти, играть потом в главной команде. Что у ребят появился шикарный корт новый, тёплые раздевалки, есть форма, клюшки. Ребят очень много занимаются. В товарищеском турнире победу одержала команда «Универ-1». Остальные ребята также до последнего боролись за награды турнира. Чтобы продолжить развивать массовый спорт в придомовых территориях, в планах компании «Н-Плюс Групп» сотрудничество клуба с городским спортивно-методическим центром. Такая программа подготовки позволит юным хоккеистам заниматься под руководством профессиональных тренеров. Инструкторы будут набирать дворовые команды по хоккею с мячом и заниматься с ребятами с четырёх лет. Чтобы уже к семи годам они могли попасть в секцию по бенде, а затем в более зрелом возрасте играть за профессиональные команды. Мария Евстратова, Александр Гаврилов, Константин Синицын. Новости сейчас.